Царский плов, флагман и смаженка. Кулинарные шедевры национальной кухни продемонстрировали участники четвертого конкурса традиции и творчества, который провела наша телерадиокомпания. За победу боролись 14 участниц. Чьи блюда покорили искушенной жюри, знает Аня Григорян. Презентация азербайджанского царского плова открывает кулинарный конкурс. Затем на стол подают блюда украинской кухни – смажена шинка. Светлана Калинина готовила мясо по старинному рецепту. Говорит, такое угощение может стать прекрасным украшением новогоднего стола. Мы взяли свежее мясо, но я его мариновала. Самая тонкость – это главное – долго замариновать его нужно. Он у меня мариновался в специях, в основном с чесноком, в своем соку получается, с приправами. Он мариновался у меня 8 часов в холодильнике. Уже все ходили, слышали запах чеснока, когда это будем есть. Выдержали все, потом еще 2,5 часа в духовке. Римма Матавилова представляет на фестивале татарскую культуру. Угощает знаменитым лагманом. Восхитительный вкус и красивый вид. Рецепт этого блюда в семье Матавиловых передается из поколения в поколение. В чем его уникальность и особенность, наверное, в том, что оно не подается с бульоном. Оно идет как жареный лагман, и туда идут очень много овощей. И, наверное, главный ингредиент – это мясо, говядина или баранина и зеленая редька. Всего в этом году участие в кулинарном конкурсе принимают 14 хозяюшек. Хранительницы национальных традиций по очереди рассказывают о том, как в древности было принято готовить такие кушанья, как изменились рецепты сегодня и какие традиции связаны с ними. Участники беседуя угощаются не спеша. Девочки молодцы. Однозначно замечательные хозяйки. Однозначно подошли прям с любовью, потому что готовить без теплых чувств невозможно, он не будет вкусным. Ну, собственно, здорово, замечательно. Точно понимаю, что в нашем городе Муравленко голодными семьи не останутся. Победителей жюри определила в трех номинациях. Лучшее горячее блюдо приготовила Римма Матавилова. Сытная выпечка лучше других удалась Лилии Маматулиной. А Луиза Байшева победила в номинации «Сладкая выпечка». Этот конкурс еще раз подтвердил, что люди, говорящие на разных языках, живут в Муравленко в мире и в согласии, как одна большая семья. Анни Григорян, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.